Детский парк похож на знаменитый восточный рынок в Дубае. А напчане решили превзойти соседей. И по количеству товаров, и по нарушениям. Душистое мыло, вино, квас, мелкие радости, барахолки – все по 10 рублей. Модная в прошлом система «сегодня торгую, завтра оформлю» или «торгую, пока не прогонят» до сих пор процветает. Торговцы знают, что неправы, но скрывают муки совести даже от самих себя. От власти скрывают полные багажники сомнительной жидкости, называя напиток вином. Ваш автомобиль? Да. Вроде бы, пожалуйста. Мужчина багажник открыл быстро, там пусто. Салон нехотя. И понятно, расставаться с потенциальным доходом от левого товара в планы не входило. Почти 50 бутылок белой леди, коньяка, настоек, без этикеток и акцизов. Каждая такая бутылка могла бы стать последней для кого-то. Ну, это доказательство того, что он торговал. Там есть номерной знак на фотографии, есть стол, который вот здесь стоял. Вот она, пожалуйста, барматуха эта на спирту сделана. Документов нет, забыл, потерял, украли. Стандартные отговорки нарушителей. Реагируют продавцы по-разному. Одни тихо собираются, знают неправы. Другие неправоту отстаивают силой над слабыми. Молодой человек ударил сотрудника администрации, женщину в лицо. И скрылся в парке. На место вызвали наряд полиции, группу дознания и кинологов. Собрали материалы и оформили протокол по факту нападения на человека. С беспорядком и беспределом бороться ежедневно. Утро специалистов должно начинаться в детском парке. Маранапы Сергей Сергеев настоятельно порекомендовал. Работать не в кабинете, а на месте нарушений. И обязательно в паре с сотрудниками полиции. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион.